Итак, снова здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня снова с вами Анатолий и наш канал. И, конечно же, плейлист «Всё о красноухих черепахах» от нашего канала. Ну и, конечно же, наши красноухие черепашки. Вот они. Сегодня у нас довольно-таки интересная тема. Один из роликов об рационе питания красноухих черепах. Про кальций, про растительный рацион. Всё это вы можете найти в нашем плейлисте «Всё о красноухих черепахах». Также, в основном, речь пойдёт о рационе питания уже взрослых черепашек. Половозрелых, либо черепах от года. А вот черепашки до года, маленькие черепашки, это посмотрите наш ролик о содержании маленьких черепашек, опять же, в плейлисте. И там о кормлении вся информация есть. А сегодня я буду рассказывать, каким именно мясом, то есть, мясная животная пища, каким мясом нужно кормить взрослых черепах от года, то есть, или половозрелых черепах, то есть, вполне это пойдёт. Какое мясо можно именно давать. Итак, начнём, собственно. В первую очередь, не забываем, что сухие корма и всякие покупные корма, это всего лишь 10% от всего рациона. И это не главная пища, это пища, когда есть безвыходная ситуация, то есть, нечем кормить, то есть, это холодное время года и всякое, ну, то есть, тогда, когда нету живой пищи, мясной пищи и растительной пищи. То есть, поэтому, ну, и так, основная пища, это, конечно, растительный рацион, вот, мясная пища. В первую очередь, если вы собрались давать мясо, ни в коем случае это не должны быть никакие обработанные мясные продукты, ни в коем случае. Просто покупаете сырое мясо, значит, индейка, курица, говядина отлично подойдёт. То есть, желательно, чтобы, ну, даже если вы даёте говядину, то есть, чтобы не было там, ну, жира. Вот, если это не половозрелые черепахи, если половозрелые черепахи, вот, от 5, от 7 лет от роду, то свинину давать можно. Это вот я прямо гарантирую, ничего плохого не будет. Ну, то есть, в малых количествах, именно то, где обезжиренная такая часть, где мясо, это вполне можно давать взрослым, половозрелым черепахам. То есть, вполне можно и нужно говяжью печень, сердце говяжье, то есть, кишечки разные, там, с курицей, с говядиной, то есть, всё это можно. И самое главное, нужно и полезно и необходимо вашим черепашкам. То есть, если вы собрались кормить черепашек своим мясом, то это должно быть исключительно сырое мясо, без всяких, да, просто сырое, без всякой соли, варить не обязательно. Конечно, варёное иногда можно, то есть, без всего, просто отвариваем в кипятке чисто, отвариваем и, собственно, даём. Но там уже будет меньше полезных, значит, веществ для черепах. То есть, если мясо слишком твёрдое такое, может, старое, может, ещё что, ну, со старого животного, то можно, конечно, отварить, это будет легче съесть. Ничего плохого в этом нет, то есть, отваривайте всё. Но самое рекомендованное, это, чтобы мясо было сырое и без всего. То есть, даже если варите без всего, без соли, без всего, просто в кипятке варите и всё, и даёте варёное. Но и также просто сырое, то есть, промываете всё это дело и, конечно же, даёте своим черепашкам. Значит, мясо покупаете, ну, либо в супермаркетах, конечно же, сырое мясо, либо, если у вас есть своё, конечно же, ну, то есть, хозяйство куры, всё такое, мясо есть, то есть, где взять. Поэтому это всё, конечно же, можно давать. Давать, конечно же, можно и сердечки, и печень, и желудочки, вот эти пупочки куриные, там, утятина, значит, мясо, ну, то есть, утки, гуся, мясо, говядина, как я уже и говорил. Всё это давать вполне можно, то есть, лёгкие, даже кишочки вот эти можно давать. Ну, это сердечки, это всё вполне допускается, да, для того, чтобы давать пищу взрослым черепахам. Само кормление основной пищи, то есть, мясной, вы непосредственно производите в отдельной ёмкости, то есть, как я называю, в кормушке. Потому что вода сильно загрязняется от этого, вы непосредственно, после того, как черепашки поели, сливаете грязную воду, наливаете, конечно же, чистенькой от отстойной, и там они должны содержаться. Ну, то есть, я рекомендую, вот, сразу не сажать их, после того, как вы их промыли, всё, вы водью промыли, то есть, вы оставьте их лучше в данной ёмкости, для того, чтобы они испражнились тем самым. Это будет иногда, ну, вода жирная такая, грязноватая, поэтому пусть сходят, и потом уже, через сутки, вы кладёте их обратно в основной акватерариум, чтобы вода тем самым поддерживалась в чистоте. Значит, следующая живая пища, то есть, здесь я рассказал об мясном рационе, животная пища, значит, конечно же, дальше мясо, рыбы, то есть, возможно, живые рыбки, очень хорошо. Подойдёт мясо рыбы, это непосредственно и фосфор, и кальций, там множество всяких витаминов, поэтому вы обязательно даёте рыбу, рыба это вообще как основной незаменимый рацион для черепахи, поэтому вы даёте рыбу, либо, то есть, если это небольшая особь рыбы, вы даёте непосредственно для того, чтобы черепашка её поймала, вот, а так разрезаете большую рыбу, ну, то есть, на отдельные кусочки, и можете давать непосредственно своим черепашкам тем самым. Опять же, хочу повториться, что рыба, как и лягушки, очень незаменима для красновых черепах, в которой содержатся, опять же, незаменимые для жизнедеятельности черепах ферменты и витамины. Ну и продолжим, то есть, дальше у нас, опять же, мясо лягушек, опять же, вы даёте лягушек вашим черепахам, насекомых, дождевых червей, улиток, то есть, это уже тема пойдёт у нас в дальнейшем. Дальнейшая тема, которая, то есть, именно будет про рацион с насекомыми, рационы разных растительной пищи и так далее, про которые я расскажу более подробнее. Рыбу, опять же, можно купить также и в супермаркете, например, минтай, путасу отлично, также морепродукты вообще отлично, посмотрите также ролик про кормление морепродуктами наших черепашек, опять же, в плейлисте. Всё это очень отлично будет, минтай, путасу, вся эта рыба, покупанная в сыром виде, она вся подойдёт. А также, если вы наловили рыбу, в реке, то есть, наловили, тоже вполне можно давать красноухим черепашкам, это даже ещё лучше. Личная рыба, это вообще, содержащая в себе незаменимые ферменты, микроэлементы, витамины, то есть, наловили даже в живом виде, можно давать вашим черепашкам, это всё будет очень полезно, не бойтесь, никаких не должно быть паразитов, всё будет отлично. Вот, наловите в реке, в хороший такой. Речная рыба наиболее ценная и наиболее полезная, то есть, в основном, нужно полагаться на речную рыбу, то есть, кормить черепашек именно речной рыбой. То есть, и карп, и сом, вся эта рыба речная, она очень пригодна для питания вашим черепашкам, так что, можете вполне смело давать. И следует отсюда вывод, то есть, я в основном советую, дорогие друзья, положиться на основной рацион питания, а то есть, мясо, растительная пища и кальций. А корме лучше, ну, то есть, как подкормка, даёте по чуть-чуть и всё. А так, обязательно даём мясо, обязательно мясной рацион должен включаться в питание красных черепах. Обязательно они должны питаться мясом, вот, которое я посоветовал вам из данного ролика. То есть, это всё животная пища, живая пища, мясная пища, которая необходима, опять же, для красноухих черепах. То есть, я даже, вот, сказал бы, что можно давать хрящи, вот, с курятиной и, значит, шкурочку, ну, то есть, кожу. То есть, если там нету никаких остатков от перьев, от всего, просто чистая кожа такая, мягенькая, хорошая, чтобы не грубая. С молодых, вот, с цыплят, вот, ну, то есть, с такого, это всё пойдёт только на пользу. Ну, то есть, шкурочка, это только, ну, то есть, в качестве подкормки, потому что часто давать её нельзя. Она имеет свой противоположный эффект. Поэтому, чуть-чуть в качестве подкормки, по возможности, можно, конечно, давать черепахам и шкурку. То есть, опять же, повторюсь, всё мясо, это подойдёт и свинина, и баранина, и говядина, и курятина, и утятина, и гусиное мясо. Это подойдёт всё для взрослых черепах. Но жир вообще исключить, то есть, только должно быть мясо. Жиры вот эти всякие с мяса, это лучше исключить. То есть, жир в утке, это вполне подойдёт. Утка, гусь, это всё, всё отлично. Курятина, это всё такие жиры, ну, подходящие. А вот, жиры из говядины, свинины и баранины, и это вы всё, из козлятины всё это всё, это вы убираете, оставляете только мясо. И даёте только половозрелым черепашкам. Ну, а мелким черепашкам, вот, индейка, курятина, вот, как я и советовал из ролика по содержанию маленьких черепашек. Ну, и, дорогие друзья, кому понравился ролик, обязательно ставьте класс. Поддерживайте данное видео, пишите комментарии, оставляйте отзывы, подписывайтесь на наш канал, смотрите плейлист всё о красноухих черепахах. А с вами был я, Анатолий, и наши красноухи и черепашки. Не забывайте про остальные тематики на нашем канале, обязательно смотрите и поддерживайте. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. Ну, и, дорогие друзья, пришло время заканчивать видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok